запустят, понимаешь? То есть, в настоящем ты в любом случае не останешься. Да. Не, ну это, это такое, это риск. Риск оправданный, я думаю, потому что два с половиной раза у тебя получается умножение. Я это понимаю, Вася, я это понимаю, у меня прям глаза горят и цифры бегают. У тебя, у тебя, если ты выиграешь, у тебя умножение идет в два с половиной раза. И если я выиграю, у меня будут еще одни часы. Как-то тоже так вот сомнительная какая-то история. Просто часы. Причем, ну ладно бы часы, вот часы при часы, у вас там попсовый лифт на орден. Ну как попсовый, ну хорош. Ну попсовый, ну что? А у тебя что? А у меня Грэм. Грэм. Даже неизвестная марка вообще. Ну погугли. Ну поэтому они не попсовый, они тоже достаточно. Пишется Грэм. Ну вот смотри, давай сейчас обсудим теорию. Короче, вот я такой говорю, все, Вась, мы с тобой меняемся. Мы берем, у тебя право выбора. Че дальше? Ну я думаю, что вам надо сыграть. Вам надо самим сыграть. Я думаю, это круче будет. Надо сыграть самим. У нас будет на днях вручение мини-купера девочки, которая выиграла среди тех, кто купил, там успел купить участие в двадцатом сезоне. Я думаю, что это можно вот в рамках одного мероприятия сделать, чтобы вы приехали с Юлей и прям поиграли. Среда у вас будет? По-моему, среда. Мы сегодня обсуждали, по-моему, среда будет. А число не помнишь? Сегодня понедельник, шестнадцатая. Среда будет, значит, восемнадцатая. Блять. Я сейчас не играю, а у меня, пиздец, у меня руки кибокрые глядят. Как у шестуна. У парня влажные в ладошке. Блять. Короче. А вообще расскажи, что вам за часы что-нибудь предлагали вообще за это время? Да, ну, ребят, ну, поддержанные тачки. Машину за часы тачку вам предлагают, да? Ну, если... Ее было самое интересное. Да там какая-то бэха за семьсот тысяч тоже была, но... Я не хочу, мы только избавились от тачки и опять брать тачку. Мини Купер тоже тачка, но меня... Пиздец. Вот вся эта история. Она мне пиздец как нравится. Просто... Что это не семьсот тысяч, а миллион триста. Это, во-первых, не семьсот, это миллион триста, а во-вторых, это нулевенькая тачка. Она же нулевая? Да, конечно. Понимаешь? Но это не просто же тачка, это же культовая наша история. Это же не просто Купер из салона, это будет Купер из салона в нашей фирменной. То есть это будет прям такая машинка. А, то есть его сложно обменять дальше, нет? Нет, обменять будет как раз-таки наоборот легче, я думаю. Ну, ценность в нем уже выше, чем просто в машине. Понимаешь? То есть это миллион триста плюс еще добавочная ценность того, что это наша тачка. Ну, это будет игра, это прикинь, это будет игра-игр вообще. Прям игра-игр. Это будут нервы, это будут нервы и твои, и мои, и Юлька там посидеть. Мне кажется, надо еще Чеховичу позвать, чтобы он ее просто, в случае, если что пойдет не так, чтобы он ее... На шатырем... Откачаем. Откачаем. Рот в рот сделать там искусственное дыхание, да. Потому что, ну... Да, Чеховичу по-любому придет, вот сто пудово. Слушай, ну я думаю, народу будет на самом деле. Сейчас мы вот если решим по 18-му числу кинем клич, я думаю, что соберется много... Хочется прям шоу устроить, мне самому интересно, понимаешь? У нас там будет, получается, мы вручаем девочке Купер, выбранной. Потом второй момент, у нас будет игра со зрителями, с теми, кто будет находиться там, и с онлайном, то есть в прямом эфире. В общем, там будет тачка, понимаешь? То есть у нас там также будет в коробках стоять тачка. И плюс еще твоя, понимаешь, потенциальная твоя тачка, которую ты можешь либо выбрать, либо не выбрать. То есть ты. Что еще? Ты в один день можешь лишиться трех тачек? Или... Получится, и лишиться только одной. О, здорово. Это Смольный младший? Да, это Захарка. Привет, Арн. Привет. Захар, скажи, меняться или не меняться? Чем? Ну, короче, твой папа предлагает у меня в коробке, а у меня хочет забрать часы. Меняться? Ты объяснил бы нормально по-русски, потому что коробки меняться. У дяди Сергея есть часы. Красивый, дорогие, с злым мишком. Дядя Сергей готов мне подарить эти часы. Дядя Сергея готов подарить мне эти часы в обмен на игру в коробке. В коробках, в той игре, на которой хочет дядя Сергея поменяться, в одной этих коробках лежит автомобиль, машина. Новая машина. Я думаю, потенциально эту машину выиграть. Он мне дает часы за то, чтобы пытаться выиграть эту машину. Вот стоит нам меняться или нет, как ты считаешь? Нет, не стоит. Захар, почему не стоит? Потому что как на тренировке, нужно проходить там всякие штуки, а потом уже выигрывать коробку. Слушай, у меня сейчас идея родилась очень интересная насчет аттестации. Какая? Ну, я не буду показывать, сейчас приму в эфире. Чтобы он выбрал? Кстати, Варик, к нему не придерешься, к нему не прикопаешься. Ага, он у тебя прошаренный, видишь? Кто пришел в печенье в кровать ко мне? Кто тут пришел? Кто тут накрошил? Иду спать. Говори, дядя Гея, пока-пока, иду спать. Давай, пока. Ты прикольный. Ты лучше, чем твой папа. Я буду коробку разыгрывать. Ты хочешь коробку разыгрывать? Приходи, посмотришь, как мы проиграем часы и вытащим скрепку. Слушай, ну, можно еще... Захар, ты буду спать, не шай. Можно еще третью коробку поставить и в нее положить ваши часы, чтобы это был такой, знаешь, уравновешивающий момент. То есть, если выберешь ее, то, получается, не проиграешь. А тебе тогда какой смысл? То есть, получается, одна коробка ты поперешь, одна коробка ты не проигрываешь, одна коробка ты выигрываешь. Какой смысл мне? Да я вообще не понимаю, какой смысл мне в этом участвовать. Я вписался, причем сам спровоцировал. Но, смотри, ты... Сам вписался? Часы. Ну, как бы, да, в любом случае, я их выиграю. Вопрос в том, как... Привет. О, это уже другой. Это жмачно, Серафим, да, и у меня этого нет. Я размножаюсь. Скажи пока. 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 Забирай. Все, пойдем. Что говорил? Забил меня. Ты говорил, что ты не понимаешь, зачем ты в это вписался? Да, я сам спровоцировал, что самое интересное. Сам спровоцировал, и сижу потом и думаю, блин, нахера. Ну, ты себе, ну, я же не в плюсе. Если часы выиграешь, в плюсе. Нет, я в любом случае часы-то выиграю, понимаешь? Вопрос в том, что ты дать или нет. Вот, смотри. Если возьму скрепку, ты найдешь тысяч в плюсе. Слушай, ты знаешь, мне кажется, что продать часы практически невозможно. Если залезть в какой-нибудь, не знаю, много магазинов продают часы дорогие. Ну, там люди берут за 20-30 тысяч долларов. Потом кризис, и они там с этими часами идут в комиссионный магазин. И в итоге продают их там за 5-7 тысяч долларов. Вот, мне кажется, нереально продать за 500. Ну, то есть, это 500, это их нынешняя рыночная цена? Или это стоимость в магазине, когда они были новые? Или они новые? Это нет, они не новые, но это стоимость в магазине. Новых? Да. Но часы не теряют в цене практически. Ну, теряют, теряют. Я узнавал в этих самых комиссионных магазинах. Я смотрел и сравнил с цены на канале. В комиссионных магазинах всё теряет в цене. Вот потому что в комиссионных магазинах. Ну, срок обычно часы и не покупают. Видишь, что-то в... В магазине, в принципе, там же сверху и космировка. Да. Я просто думаю, с чем мне с часами, кстати, тебе дело кайфовать. Кайфовать на одной руке. Если бы я был такой же здоровый, как и ты, я бы легко носил такие часы. Потому что... А так я оденусь за пол, у меня с рукой оторвут их нос. Вот, кстати, знаешь, что интересно в этих часах? Вот это и плюс одновременно, и минус у лисов в том, что ты видишь издалека, что это у лисов. То есть у них браслет вот всегда яркий, браслет красный, синий. И вот эта вот бляшечка, которая, якорёчка, его прям видно. Чего? Смотри, Захарка принёс что-то у тебя. Выдай колокол или 500 рублей? Нет, что ты... 500 рублей это не 500 тысяч, да, Захар? Ну, ты чё? Так у меня откуда-то налички не вновь. Это твои 500 рублей, что ли? Да, мои. Забирай, иди, сложи их куда-нибудь, чтобы я не нашёл их и не потратил. Дверь закрывай. Народу будет круто, народу будет весело. Помнишь, я не знаю, смотрел ты, не смотрел эфир, когда у меня маникюрша из Воронежа? Отжало 170 тысяч. Отжало 170 кэсов, да, на пустой коробке. Вот это было красиво. Народу, наверное, хочется каких-то таких историй. Спускай нервы, это всегда кайфово. В данном случае, ну, если ты заберёшь... ...тачку на... А, круто, Молли, надул на тачку. Если не заберёшь тачку, ну... А, круто, Молли, надул! Смольный обул! Да, ну, в любом случае, ты же понимаешь, будут ныть, скажут, там, двойное дно в коробке, куплено. Ой, да, это комментарий. Я читал комментарии, у меня же под первым видео, где я посмотрел, меняться меня с тобой или нет. Там три тысячи комментариев, и вот там разделились люди. Мне некоторые пишут, давай, это круто, это движуха, это вообще кайф. А некоторые пишут, ага, Смольный может обмануть, я него двойное дно. А в чём, да, вот в чём, да, вот в чём, мне интересно, многие пишут, что лохотрон, но в чём лохотрон-то заключается? В чём? Я что? Я не понимаю, почему ты, Вася, на это реагируешь? Ну, мне обидно. Хейтеров до жопы. Нет, понимаешь, дело в том, что если бы я хотел обманывать, то, наверное, у меня бы это получилось. Ну, не так сложно мухлевать, на самом деле. А когда тебя начинают обвинять в том, что ты при этом не мухлюешь, это, сука, обидно. Да, такое бывает. Мне кажется, просто если бы я мухлевал, никто бы даже не заметил. А тут как-то вот все тычут мне носом в то, что я, типа, мухлюю, а я пытаюсь доказать обратное. Ну, как-то стремно. Ну, у нас будет всё на сцене, у нас будет полностью прозрачная история, на сцене будут старикапки, в одной из них будет тачка. И всё, и ты просто выбираешь сам ещё. Там не будет возможности убрать эту коробку куда-то, унести, поменять что-то. Карлика какого-нибудь подмазка. Вот ты понимаешь, у меня нет... Что может быть какой-то наибаловый. Вот не малейший. Я просто... Ну, народ же, видишь, народ, это же такой народ. Я не фартовую, я вот этого боюсь. Многие пишут, что... Многие даже не понимают, что такое часы за 500. То есть они спрашивают, типа, а что бывает часы? Да, да, да. Такое есть. А вот тебе 900 тысяч. Готовы мясо на 900 тысяч. Захар, ну, мне что мешает, молодец. Сейчас приду к тебе. Вот, и у нас просто даже в голове не помещается как-то так, часы за 500 кэсов. Это вообще как? Ну, то есть это вот там... Это что? Это золото чистое? Или платино какая-то? Закрой, пожалуйста. И дверь закрой. Пока. А вот... Вы понимаете? Я вот знаю, что в одной коробке стопудово будет скрепка. И я стопудово ее выберу. У меня такой... Я не знаю. Мне не везет. Давай, давай. Окей, давай договоримся. Я тебя маякнул в какой коробке тачка. А ты мне тоже не будешь знать? Ну, я-то что-нибудь придумал. А ты... Ты... Кусочек этой квартиры... Кусочек этой квартиры... На меня... Кусочек этой квартиры. Да? Да. Не, ну ты же понимаешь, сейчас у вас обмен пойдет быстрее. Прямо значительно быстрее. Ну, я прям уверен. На новую тачку за лям 300... Ну, вы поменяете прям очень быстро что-то дорогое. И следующий момент уже будет у вас квартира. Прямо вот факт. Я сегодня вот... Спрашивал людей в эфире, ну, когда про обмены. Вот. У меня была мысль такая, что... Мы сможем обменяться на квартиру только когда у нас будет больше трех лямов. Ну, то есть до трех лямов мы когда дойдем... Вот тогда следующим этапом, скорее всего, у нас будет квартира. А пока вот все это полтора миллиона, миллион девятьсот, два. Это все никуда. Слушай, ну, видишь, ты... Я тебе предложил... Ну, то есть кто знает, что тебе предложат за машину. Ты, кстати, вот опрос бы провел на самом деле того, чего бы предложили за машину. Вот. То есть если ты выбрал бы тачку, то люди предлагали за тачку. Есть хороший вариант. Но люди, конечно, уже не дотягивают до обмена. Ну, потому что... Вот такие личные знакомства, как с тобой. Вот парня, с которым мы обменялись, я встретил на мероприятии, просто ему рассказал, он бульбольно загорелся. Ну, то есть часы, которые я обменял. Вот. Это люди уже... Это личные знакомства. Вот. И многие люди, которые хотят меняться... Они говорят... Я не знаю, что я хочу за часы. И то же самое будет с Купером. А что ты хочешь за Купер? И вот, мне кажется, охеренная идея, это дом на колесах. За Купер? За Купер. Хороший дом на колесах уже можно найти. Кайф. На самом деле, это очень крутая тема. Да, это этот самый, как он называется, трейлер. Да-да-да. Вот. И мне кажется, я знаю, кому я его могу впадать. Есть один режиссер, который у меня уже давно говорит о поменительной текаре. Я найду еще тебе предложить. Боб Джек. А? Боб Джек. Ему как раз нормально. Он любит всякие такие, да. Это декорации будет. Короче. На самом деле, я полутвердо решил, что мы будем играть. Это вот так? Да. Это вот так. Бро, это будет шоу. Вот, мне кажется, можно крадетов вписаться, на самом деле. Ну, окей, но откатишься ты назад. Ну, у тебя уже есть какая-то, не знаю, какой-то, какой-то бэкграунд, который тебе поможет очень быстро набрать обратно. Я уже набрал. Я уже набрал, но только не до конца. Смотри, там. Если мы выбираем скрепку, выигрываем. Есть девочка, которая поменяет мне скрепку на велосипед. Уже. Уже. И есть чувак, который поменяет велосипед на 10-й айфон. То есть, мы уже не на скрепке. Ну, в целом, нормально. Короче, все. Да? Что надо? Куда нажать? Куда нажать? Куда нажать, что все? Что мы готовы? Что? Все. Вы готовы? Запечатаны. А то пальня. Она сказала, как ты скажешь, так будет. Ну, хватит. Сейчас приду к тебе. Хорошо, я сейчас приду к тебе. О. Приду к тебе сейчас, говорю, не мешай. Жопа, мелкая. Смотри. Смотри, видишь, тебе тут хоть... Хочет показать. Это морские какие-то гази. Это болотные монстры. Болотные монстры. То есть, потом... Болотные, болотные, болотные. Я сейчас в Беларуси, понял? Короче, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Да, я просто не пью алкоголь, поэтому я рискую. Я выпью за тебя. Выпей за меня. Я пью вот Берн. Берн? Угу. Берн, то Эрн. Все, Вась. Вот тебе. Я еще, Женя, я еще не говорил. Представляешь, сейчас я скажу. Юль, я тут решил вкрячиться. Ну, как бы, на миллион триста. Не говори. На ровном месте. Не говори. А то я сейчас уже... Мы меняемся, и ты такой... Ой, не, не, чуваки, я не буду. Жена говорит. Смольный каблук оказался. Все. Зарубились. Давай, я тебе сообщу по поводу... Да, ты точно скажу. По-моему, 17-е число. Если вы с Юль... Ты сам-то что? Так вы в Питере, в Москве? Просто хочется не в онлайне это сделать. Хочется это прямо вот в живую сделать. Короче, я сейчас в Минске. Завтра я в Москве. Угу. И у меня есть 4-7 дня. Я могу прилететь. Приехали, да? Да. Ну, круто. Давай, давай. Восемнадцатого прилетай. Сделаем это просто вот с народом, с аудиторией. Сверется там человек, может, 100-150. То есть такая будет студия. Я найду усы Леонид Аркадьевича. И буду выходить такой. Автомобиль! Все. Ладно, не с Сын, нормально все будет. Восемнададцатое число. Да. Где? Ты уже знаешь? А-а-а... По-по-по-по-по... Как это называется? Вот... Если будет. Где она будет? Ну, допустим... Мэд Макс? Мэд Макс, что ли? Какой-то бар? Есть Мэд Макс. О, мы там с Арсом что-то верили. А там что-то какие-то бывают эти стендапы, я так понял. И вот ребята договорились сегодня. Какой-то бар на Литейном. Трехкатерин какое-то пространство большое. Нет. Мэд Макс на Садовый. На Литейном разуме? Ну, в центре где-то. Да. Ну, в центре на Садовый Мэд Макс. Это... Ну... Там через Невский, в сторону Петроградки, если... Завтра решим. Завтра точно мне ребята скажут. Завтра я буду уже анонсировать. И я. А давай встречную тему. Если ты будешь... Давай ты побресешься на носок. Ну, власть. У меня же контракт. Мне нельзя менять внешность без... Слуреаль? 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 Если я поменяю внешность, меня оштрафуют на денежки. Больше, чем стоит автомобиль, да. Серьезно? Нам нельзя менять внешность без согласования. То есть, если ты захочешь... Если ты захочешь сделать татуировку, там, бешеная сушка, да, то... Да. Я должен прийти и сказать, я хочу сделать татуировку бешеная сушка. А они говорят... ТНТ. Нет, ну, ну, с Мухаммеду скажешь, слушай, что ты, может, ты денег, что ли, заплатил? Ну, как, как? Ты занеси мне тоже. Да. Сука, я эту дату чёрную... Она и так чёрная в календаре. Это тебе идея для татуировки. Рядом со скрепкой, да? Набьёшь себе. 2018, да-да-да. 18-е. Да. А чё, нас же смотрят люди. Да. Они же это всё слышат. Да. Ау, а здесь кто-то есть, да? Нас кто смотрит? Нет, человек. Короче, ну, 18-го встречаемся. Серёга вот сейчас при свидетелях. 2006-го человека нас смотрели, да? Серёга сказал, что он готов. Я так при свидетелях говорю о том, что я готов. Машина будет. И скрепка тоже будет. И часы будут. И часы будут. И часы. И часы будут, да. У нас третий обмен в Питере. Третий. Да. Кольфово. Мы сиськи поменяли на тачку в Питере. Тачку поменяли на часы в Питере. И сейчас часы меняем на лотерию в Питере. А сиськи-то мы тоже же... Вы же их забрали здесь или в Москве? Нет, мы их забрали в Москве. А, а... Фрау-клиник. Ну, Фрау-клиник в Москве, а забирали вы их в Москве тоже. Да, да, да. В Москве. Просто тус у нас... Вы же с тусом брали. Нет, нет. Я на тусе познакомился с этим врачом. А, вы... А, я понял. А тус была в Москве, да? Не суть. Не суть, не вас. Не суть. Копосов он у нас катается везде. Да, и Москвой, и Питером. Короче, всё, баньки. Да. Рад был видеть тебя. Пусть и подписчики готовятся... 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 Болеть за тебя. Пусть и подписчики готовятся болеть за меня. За меня тоже пусть болеют. Ну, пусть все... Болеть. Почему? А я чего? Я чего? Не надо болеть. За тебя не надо болеть. Ты здоров. Я... За меня нельзя болеть. Всё. Пока. Ты будешь в красивых часах. Я уже в красивых часах. Я красивый. У меня квартира на шее висит. У меня тут полквартиры на руке. У меня уже всё в порядке, братан. Это как Мишла сказал. Я ему на съёмке дал цепь свою. Он тут же сториз запилил. Типа, вы знаете, вы знаете. У меня на шее сейчас висит однушка. О, может, мы на однушку на твою поменяли? Ну, вот эту. Я вот свою однушку положил в коробку. Это дороже, чем Купер, да? Я молчу. Я молчу. Вот скажи. Вот скажи, Вася. А нахера? Чё? На хера на шее носить вот столько денег? Да нет. Ну, нет. Она, конечно, не так дорого. Здесь 200 грамм золота. Ну, просто мне нравится. Я хотел бы упрошение сделать вот такое. Это, если видишь, это молот Тора. Ну, такая числая. Укороченная, да. Своя штука, да. То есть это не крест. Нет, почему укороченная? Это вот прям такой. Самый распространённый его, как называется, отображение. То есть мы смотрели там по всяким этим руническим, металлическим штукам. Ну, просто мне нравятся вот такие вот необычные украшения. Угу. Вот. С утра пишешь, где ребята скажут тебе что, да? Ну, Мэн Макс на игры обсуждали. Если бы Макс хотели делать в Дизи, это на канале Грибоедова, ну, там что-то то ли заняты, то ли не смогли договориться по условиям. И Мэн Макс. Да нет, я имею в виду, что смотри, там же время, какое-то время. Да, да, ну, это будет вечернее время. Сто пудов вечернее, потому что у нас народ активнее всего вечером. Мы там, наверное... Продолжение следует...